30 мая бокс возвращается. С Бельхика Пэна он возрождается. И пока мужики делают вид, что что-то там решают, простая женщина из Пуэрто-Рико бокс запускает. А так все на старте, в полном молчании, минуты считают, томясь в ожидании, когда, кто и где вернется, кто первый и с кем где подерется. И ждать-то недолго, когда гон прозвенит, и варежка чья-то в лицо чьё-то влетит. И мы в ожидании тоже минуты считаем, и новый выпуск The Ring Show вам представляем. Приветствую всех любителей бокса, и спешу вас поздравить с тем, что наконец-то мы дождались возвращения бокса. Уже в эту субботу, 30 мая, в столице Доминиканской республики Санта-Доминго, на арене Колесео Карлос Тео Крус, глава промоутерской компании Шоанбоксинг Промоушен Бельхика Пена, представит вечер бокса, состоящий из четырех поединков в андеркарте и двух чемпионских боев в центральной ее части. И пусть это поединки за региональные титулы, но это все-таки чемпионские бои. Так, Хуан Карлос Кардонес и Луи Дэвид Саласара спорят вакантный титул чемпиона Карибского региона по версии WBA в первом полусреднем весе, а вот в мае и венте вакантный титул чемпиона Латинской Федерации по версии WBA в первом легчайшем весе будут оспаривать Норберто Химинес и Элисиер Акино. И также в субботу, 30 мая, в столице Мексики, Мехико-Сити, на арене Паскуара свой вечер бокса представят Рой Джуниор Джонс и Карлос Малина. В их вечере бокса будет 5 поединков. Конечно же, условия проедения этих вечеров бокса будут самые строгие, без зрителей, с максимально возможными антиэпидемическими мероприятиями и прочими предосторожностями. Но пусть так, ежели не как. Так что поздравляю вас всех с возвращением бокса. Также не может не радовать и тот факт, что одна из авторитетных государственных атлетических комиссий, а именно штата Невада во главе с Бобом Беннетом проводит открытые консультации как внутри самой комиссии, так и с президентами и членами других атлетических комиссий штатов с целью вернуть бокс в игру. И президент Всемирного боксерского совета Маурица Сулейман, а также президент Всемирной боксерской ассоциации Хельберта Миндоса объявили о том, что вместе со своими медицинскими комиссиями они разработали протоколы, согласно условиям которых возможно проведение не просто вечеров бокса, но и проведение чемпионских поединков в этих вечерах. Среди условий максимальное количество боев не более шести, ограниченное количество людей, которые будут находиться в телевизионных студиях либо в закрытом зале, поскольку бокс будет проходить без зрителей, ну и конечно же постоянный медицинский контроль. Ну и что еще радует, это заявление Маурица Сулеймана о том, что его организация вместе с ВАДА, напомню, антидопинговым агентством возобновили программу «Чистый бокс», которая предполагает обязательное проведение тестов на употребление боксерами запрещенных медицинских препаратов и по нашему мнению это есть прямое подтверждение, что бокс опять же начал свое возвращение и остановить его уже будет, надеемся, невозможно. И если говорить о том, как же промоутеры собираются начинать возвращать нам бокс, то Боб Арум предлагает полностью арендовать отели в штате Невада и Калифорния и проводить там закрытые вечера бокса. И вот 9 июня он собирается арендовать арену в МГМ Грант Лас-Вегас-Невада, где и презентует вечер бокса главным поединком, которого станет нетитульный бой чемпиона мира по версии WBO в полулегком весе Шакура Стивенсона. Фернандо Бильтран в Мексике собирается проводить бои в телевизионных студиях и 6 июня в Майн-Ивенте он представит нетитульный поединок к обладателю титула чемпиона мира по версии WBO в первом полулегком весе Эммануэля Наваретте. Если говорить о Эдди Хирна, то до того, как бокс вернется на большие арены, где будут присутствовать зрители, он в буквальном смысле предлагает вернуть бокс, проводя поединки на лужайке позади своего дома, который является штаб-квартирой его промоутерской компании Матчрум Боксинг. И это находится в Брэндфуде, штат Эссекс. И Эдди Хирн заявляет о том, что в конце июля он представит первый из четырех вечеров бокса, который будет проходить у него буквально в доме. И это будет поединок чемпионки мира по версиям WBC и IBO в первом легком весе Терри Харпер против Наташи Джонас. А вся вот эта вот домашняя, домашний боксерский вечер Эдди Хирна закончится в субботу 8 августа противостоянием временного чемпиона мира по версии WBC в хави-вайт Дилиана Уайта и контендера Александра Поветкина. Эдди Хирн высказался, что он категорически против возвращения Майка Тайсона, поскольку считает, что времена Железного остались далеко позади и он здорово проржавел и даже несмотря на ту атлетическую фактуру, которую он демонстрирует на различных фото, либо 20-30 секундные ролики, в которых Майк Тайсон здорово работает вместе со своим тренером, времена Майка Тайсона оказались уже далеко позади. Эдди Хирн говорит, если Майку Тайсону нравится тренироваться, то пусть он этим занимается, но от возвращения великого и ужасного Железного Майка Тайсона говорить не приходится. А вот сам Майк Тайсон поспешил всех успокоить. Действующие чемпионы мира в Хэви Вейт могут спать спокойно, им ничего не угрожает, а вот боссы боксерских организаций не должны искать свободные строчки в рейтингах, чтобы поставить туда имя Майка Тайсона. Майк заявил о том, что если он вернется в ринг, то только ради благотворительности и для того, чтобы помочь тем людям, которые действительно нуждаются в помощи. Ну а вот кто может стать соперником Майка Тайсона зависит от того филантропа, который и предложит ту сумму денег, которая заинтересует Майка Тайсона для того, чтобы вернуться в ринг. И по словам самого Тайсона это может быть или сам филантроп, либо один из боксеров, имя которое и будет обсуждено с тем человеком, который, собственно говоря, и платит за зрелище. Но, как мы знаем, у каждой медали есть две стороны. И вот темная сторона говорит о том, что с 2003 года Майк Тайсон попал под жесткий контроль кредиторов, которым должен достаточно большие деньги. И вот кредиторы поступили вполне разумно. Они организовали компанию из бухгалтеров и адвокатов, которые и управляют делами Майка Тайсона, находя ему возможность зарабатывать причем те деньги, которые зарабатывает Майк Тайсон, строго делятся на покрытие долга, обслуживание, собственно говоря, вот этой команды и те деньги, на которые Майк Тайсон продолжает жить. Вот, так что, вот за яркой вывеской истории мирового бокса иногда прячется история бесконечных долгов и жестоких порою обязательств. А вот если говорить о реальной ситуации, сложившейся в украинском профессиональном боксе, то ее, как никто, лучше обрисовал Александр Гвоздик, который отверг всякую возможность проведения своих поединков в Украине. Основными причинами того, что, в общем, Александр Гвоздик не видит возможности боксировать у нас, это то, что нет достаточных финансов, которые могли бы заинтересовать его в этом бизнесе. Также, он не собирается боксировать против перворазрядника или мастера спорта, ему необходим соперник довольно-таки высокого уровня, и вот соперник подготовка Александра Гвозди как поединку и много-много других условий требует огромных финансовых вложений, а вот таковых у украинских промоутеров нет, и бесплатно, естественно, Александр Гвоздик не готов работать, и по его словам, если уж сложится такая ситуация, где ему придется выбирать боксировать бесплатно, либо работать кассиром в Макдональдс, то Александр Гвоздик пойдет работать в Макдональдс. И если уж говорить о возможных соперниках Александра Гвоздика, то им может стать обладатель пояса чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол. На самом деле Дмитрий рассматривает два продвижения, это объединительный поединок против чемпиона мира по версии WBC и IBF Артура Беттербиева, либо снисхождение во второй средний вес, где он хочет провести поединок против чемпиона мира по версии WBA Super и WBC Diamond Колумба Смита. Но если же эти все попытки провалятся, тогда Дмитрий Бивол обратит свое внимание в сторону Александра Гвоздика, и нам очень бы хотелось, чтобы Александр в поединке против Дмитрия Бивола получил возможность завоевать титул чемпиона мира. И если продолжать говорить о ситуации в украинском профессиональном боксе, то я неимоверно завидую оптимизму главы промоутерской компании K2 Promotions Украина Александру Красюку, который заявил, что Денис Беринчик готов к тому, чтобы провести поединок за титул чемпиона мира против Василия Ломаченко. Напомню, что в одном из интервью Александр Красюк заявил, что приложит максимум усилий, чтобы Денис Беринчик не только получил возможность завоевать титул чемпиона мира, но и защищая таковой, вошел в историю Украины, как один из олимпийских призеров, проявившихся в профессиональном боксе. И это, конечно же, хорошо, только у нас возникает сразу куча вопросов. Ну, во-первых, как Александр собирается это сделать? Ну, во-первых, Денис Беринчик ранжируется в рейтинге WB1 на четвертой позиции, что предполагает проведение поединка за титул чемпиона мира, то бишь, против Василия Ломаченко, только в том случае, если Василий Ломаченко будет проводить добровольную защиту своего чемпионского титула. Во-вторых, Александр Красюк прекрасно ориентируется в алгоритмах организации боксерских поединков высшего уровня. Если говорить о поединке Беринчика против Василия Ломаченко, то как быть с обязательствами самого Василия Ломаченко провести поединок против Теофима Лопеса. Напомним также, что Василий Ломаченко должен бой чемпиона мира по версии WBC Девину Хейни. Ну и куда же деться от обещания Василия провести поединок против Джервонты Дэвиса. Ну и планы Василия предполагают, что как только он проведет бой против Теофима Лопеса, даст Бог победит, потом против Девина Хейни держим кулаки за Василия как за боксера и будем поддерживать его в поединке против Джервонты Дэвиса. Василий собирается как бы опуститься в полулегкий вес или в первый легкий вес и снова повторить там историю с завоеванием всех четырех чемпионских титулов. Где место здесь Денису Беринчику нам неизвестно. И в-третьих, если Александр хочет провести поединок Василия Ломаченко против Дениса Беринчика, то мы понимаем, что Бобу Аруму в Америке этот поединок не нужен, а вот в Украине Боб Арум как бы не прочь, чтобы этот поединок состоялся, он и готов отдать его Александру Красюку, если, конечно же, Александр Красюк изыщет где-то 5-8 миллионов, которые позволят Бобу Аруму заработать, даже палец о палец не ударив, но мы-то с вами понимаем, что у Александра Красюка и его промоутерской компании таких денег нету. Ну, если говорить о, скажем так, классических алгоритмах, да, подведения Дениса Беринчика к поединку против Василия Ломаченко, то есть Денис Беринчик должен занять позицию обязательного претендента, что и даст ему возможность скрестить варежки в ринге с Василием. Но только здесь вопрос, что делать с Ли Шелби, который занимает первую строчку рейтинга, и как Александр Красюк собирается договариваться с промоутером Ли Шелби, Эдди Хирном, опять же, нужен ли Эдди Хирну вот этот вот поединок. Так что вопросов много, и нам вот непонятно только одно, почему Александр Красюк, который прекрасно понимает все подводные течения в мире профессионального бокса, вот позволяет делать такие заявления, которые, мягко говоря, являются полуправдой. Мы очень хотим, чтобы Денис Беринчик получил право для проведения поединка за титул чемпиона мира. Использует он свой шанс или нет, он должен его получить. Только вот как Александр Красюк собирается это сделать, для нас это большой вопрос. Ну вот, собственно говоря, и все, о чем мы хотели рассказать вам в этом выпуске The Ring Show. Заходите на наш YouTube канал, подписывайтесь на него, делитесь нашими видео, жмите на колокольчик, чтобы быть в курсе всех событий, оставляйте свои комментарии и, конечно же, лайки. Ищите нас в социальных сетях и пабликах Instagram, Twitter, Telegram, Viber. становитесь нашими друзьями на Facebook. Заходите к нам на наш информационно-аналитический ресурс theboxing.com.ua Пишите нам по адресу нашей электронной почты theringshow at gmail.com И, конечно же, помните, где бы вы ни были и что бы с вами ни случилось, все всегда будет бокс. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...